всем привет друзья всем огромный привет продолжаем наше путешествие москва-магадан кто помнит прошлый раз мы остановились вот здесь вот здесь какой-то поселок ну может много скорее всего не поселок какой-то может вахтовый поселок или что это в общем непонятно и продолжаем двигаться дальше двигаемся уже в сторону магадана напоминаю кто не подписан еще раз подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии всем желаю приятного просмотра также не забываем про тайм-коды и про плейлист на канале все поехали ребят ну огромнейший опять же спасибо всем кто подписывается на канал нас уже сто двадцать пять человек это огромная огромная цифра для меня напоминаю первый план мы с вами выполнили так первый план мы с вами выполнили набрали 100 подписчиков и теперь движемся уже ко второму а второй вторая моя цель набрать 250 ну как обычно 2 2 должен быть больше чем первый ну пока что вот так пока что понемножку понемножку двигаемся то также мы двигаемся с вами и немножко вперед у нас на очереди сейчас табличку прочитаем маралай 8 чуракча 38 ну и магадан 1839 до немножко в принципе осталось нам до магадан доехать как бы ну совсем прям чуть-чуть спасибо спасибо еще раз кто пишет вообще комментарии какие-то разные комментарии читаю все читаю ну что хочу сказать да какие-то нюансы есть кто-то высказывает свою критику но у каждого своя точка зрения кто-то говорит зачем мне писали зачем устанавливаешься у каждого столба возвращаешься назад вот это вот все ну блин каждый как бы сделает по-своему как ему удобно со временем конечно будем все это модернизировать изменять пока вот тут пока вот вот так честно даже вот не думал я что вообще доеду вот сюда доберусь причем это самое интересное что так вот тут стоянка да такая стояночка сортирчик опять капитальный ремонт колыма ну тут хотя бы асфальт есть уже уже радует блин честно даже вот не ожидал что вот именно вот так вот по карте смогу добраться смогу добраться именно вот сюда я вообще не думал даже об этом когда начинал туда сюда доеду но это было нереально даже представить себе вот вы представьте что почти где-то сколько всего 10 тысяч километров на магадана да вот сейчас нужно где-то 8 копейками там преодолели все равно 8000 километров мы чтобы вот это вот все да какие-то места пришлось пропустить какие-то пришлось как бы так что там у нас на улице какой-то робот вроде бы как самолет на самом деле это не самолет в общем даже не знаю да какие-то места конечно же пришлось пропустить но их было не так много по сравнению с тем что мы проехали плюс мы еще ехали заезжали какие-то поселки которые как бы могли быть даже не заезжать по сути мы это все компенсировали большинстве случаев и вот мы как бы здесь да это еще это еще пока якутия нам пока еще по якутии ехать достаточно долго не скажу не близко хотя мы по ней уже давно едем но так вот тут такая дорога объезд тут вроде бы это федеральная трасса я напоминаю коровы кругом целое пастбище прям очень много коров да якутия конечно тут долго ехать но это самый большой регион поэтому ну гу дай или ну гу дай ну гу дай да давайте посмотрим по моему а тут даже и не написано ну даму гу дайский на слег могу дай вот такая вот стала она он будет дальше мугу дай гу дай гу дай гу дай гу дай в общем в общем вот так вот она все вот так вот все выглядит такое чувство но по сути она она так но наверное есть что тут прям через вот этот лес вырубали дорогу право проламывали и туда проделывали потому что тут был сплошной сплошной густой густой лес сейчас прям сделали возможность туда проехать но это все прям так как раз опять же если если вот сейчас буквально лет на 10 может быть это не так много вот лет на 20 вот это все оставить посмотрите еще лошади вот они это уже могу дай до село мугуда или мара лайк мугудайский на слег мугудай да это этаж про я правильно прочитал вроде бы вот такое вот село если это все лет на 20 вот это все закрыть то дорогу вообще природа обратно все возьмет свое так тут асфальт положили 5 ребят одну секундочку буквально так поехали ну на этой стороне кстати тоже есть посмотрите уже вот какие-то дома мара лайк 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 давайте поближе подъедем мара лайк 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 что тоже наверно село или что это вот так вот вот так все выглядит тут наверно остановку хотят делать да ну и здесь тоже заводы устроит да вот она она вот так все выглядит ну и тут ремонт ремонт дороги полным ходом здесь какой-то памятник стоит могильный какая-то могилка не знаю что это ну и дальше уже село идет опять крупная достаточно крупный населенный пункт тут какие-то заброшки разваленный вот так вот а тут непонятно то ли строится ну скорее всего строится наверно дом либо уже больше не строится не достроит возможно но я точно не знаю точно не знаю в общем вот так вот так ладно поехали дальше тут куча щебня а вот это для дороги вот какой-то мини завод такой бетон наверно делают вахтовый поселок да вот такой вот вахтовый поселок вот так вот вот так вот вот так вот 5 буханка ну точнее часть буханки такая грузовая буханка я сказал да буханок тут конечно прямо очень много ну буханок я имею автомобили буханок вот опять буханок тут прям буханки это распространенный вид транспорта и учитывая то какие тут дороги ну знаете знаете пока вот вроде бы я не сказал что прям дороги такие плохие до участки конечно встречаются такие прям много участков но не сказать что прямо их большинству пока так дорога нормальная относительно даже хорошие здесь да возможно кто-то скажет здесь был он ремонт небо недавно был ну все равно по крайней мере что-то делают на данный момент по крайней мере хоть что-то но делают хоть какие-то какой-то асфальт но кладут принципе в принципе вполне вполне неплохо так тут что тут у нас ремонт моста что за речка речка не указано ну собственно говоря собственно говоря и не нужно очень много вот этих вот болот ну пока пока никаких особо моментов таких чтобы было едем мы дальше сейчас доедем до блин вылетел из головы ребят забыл название сейчас вспомним сейчас увидим сразу блин вот реально из головы вылетела не могу вспомнить честно скажу бывает такой бывает ну теперь уже знаю пару 15 кстати так тут тайга такая дорога дорога хорошая даже отличная для этих мест вот опять буханка буханок тут прямо очень много еще раз повторюсь очень много а вот что у нас пропустил я момент телой мянди и е какая табличка но и вот такое тело это наверно сейчас я подождите секундочку киу-люйский наслед киу-люйский наслед да но это по-якутски написано вот так он выглядит вот такая вот стала теории можем то мы туда и заехать и вот еще одна табличка нет не можем у туда к сожалению заехать не дают нам такой возможности ну значит поедем значит поедем вот сюда вот такой подъемчик небольшой но пока еще до гор мы не доехали нам чтобы попасть на какие-то горы нужно для начала проехать речку албан ну мы уже проезжали кто-то скажет да но там то мы проезжали через мост и все нормально было а сейчас нам нужно ее преодолеть именно через этот как его на паром на переправе ну понятно дело что на паром на переправе мы туда не попадем никак на эту паромную переправу а вот сделать так как мы попали в якутск можно вполне ух ты как прям вулкан такой знаете напоминает чисто там внутри лава а тут как бы нет на самом деле это болото а выглядит местность прям такая реально как кратер такой да ну как то так вот да вот таких вот мелких болот прям очень много еще раз напоминаю даже слишком слишком много чего они образовались то здесь непонятно может быть то что вот это вот мерзлота вечная тает до изменения климата может еще из-за чего а чурапча вот вспомнил я наконец-то чурапча так часть немножко мы придем себя вот игр и манчары это реклама вся ладно и а а а а а а а Продолжение следует... Ну тут вроде бы все, ничего такого нету, пока населенных пунктов. На впереди еще будут. Ух ты, коровы такие, буренки. Прям целое опять стадо. Тут не только коровы, тут и быки. Продолжение следует... Почему коров называют жвачное животное? Ну потому что не трава, а так плакают, жуют. Да не только травы овощей. Ну все, жуют, жуют, жуют постоянно. А это вот называют жвачное животное. По-моему, к ним не только коровы относятся. А вообще... Крупный рогатый скот. И не только. Так, табличка. Табличка. Давайте ближе подъедем. Магадан. Так. Диринг. Юринг Кюель. Ту-ура-Кюель. Ух ты. Ну, название эти как бы ни о чем мне не говорят. Нет, туда мы, конечно же, не поедем. Это, во-первых, далеко. Был бы поближе, может быть, поехали, посмотрели бы. Так и далеко. Туда, по-моему, даже дороги нету, не идет. По крайней мере, нам не дают такой возможности. Так, а это у нас... Это какой-то местный что-то. Чурап-чурап-чи. В общем, по-якутски это написано. В общем, не знаю, что это обозначает. Какие-то местные традиционные верования. Может быть, какие-то... Вон, платочки вот эти вот вешают. Что это? Ну, кто местный, конечно же, знает. Напишите в комментариях. Что-то связано с религией местной. В общем, вот так вот. Что-то связано с местной религией. Вот как-то так. Что-то связано с местной религией. Березы такие, поваленные. Что с ними делали, непонятно. Тут машины проезжают. Такая колья наезженная. И больше ничего. Чурап-ча. Что, мы доехали до него? Да, кстати, доехали. Вот вам и Чурап-ча. Вот это вот Чурап-ча, да, я так полагаю? Вот это крупное. Ну, наверное, да. Так, село Чурап-ча. Население этого села около 10 тысяч человек. Но это примерно на данный момент. Автосервис. Вот такой пост, который закрыт. Бывший пост. Пост ГАИ. Ну, сейчас он закрыт. А вон само село. Непосредственно. Ну, кстати, можно проехать. Давайте-ка попробуем. А почему бы и нет? Раз нам дают такую возможность. Нет, сюда нам не повернуть. Ну, можно вот так вот посмотреть. Так, здесь ничего. Вот тут что-то то ли заброшен, то ли еще строится. Скорее всего, строится, это, полагаю. Так. Так, ну, наверное, что мы сделаем? Мы сейчас, скорее всего, вот так вот повернем. Сильно тут останавливаться не будем. Так, это какой-то, даже не знаю, может какая-то школа или детский сад. Но это явно не... Не жилой дом. Это явно не жилой дом. Так, ну, это какое-то здание. Тут тоже что-то строят люди. Ух, а тут прямо на три этажа. Ну, первый, второй и еще прям мансардный этаж построили. Так, а что-то, что-то нам не дают дальше поехать. Так, ну, ладно, давайте, наверное, что, выйдем? Выйдем на трассу. А, вот так вот даже. М-м-м... Ладно. Давайте выйдем обратно на трассу. В принципе, тут какие-то болота. Тупкое место. Блин, не знаю, дом прям вот, прям стоит на обрыве, вот на этом болоте. Не, ну, понятно, что, конечно... Так, Якутск, Морт, Магадан. Якутск, Магадан. Ну, понятно, тут вот так прям насыпь сделали. И это все... Ну, все равно вода рядом. Вот такая интересная стелла. Монумент Болтур Уф с невестой. Давайте я с другой стороны подъеду. А, вот оно, вот так оно выглядит. Болтур Уф с невестой. Да. Ну, еще можно сюда съездить. Чурапчинский наслег. Тут прям в Якутске написано совсем все вот эти вот надписи. Так. Минимаркет Урделл. Магазинчик такой. Люди важнее. Василий Николаев. Люди важнее. Да. Люди-то важнее. Ну, вопрос, для кого они важнее. Так. Ну, здесь прям такой... Прям даже поселок напоминает. Почта России. О, какой красивый рисунок. Сейчас, подождите, мы подъедем к нему. Марвел. Тоже что-то. Вот, смотрите, отсюда. Смотрите, как красиво. Как красиво выполнено. Ну, что сказать. Шикарно. Шикарно. Кафе. Тут какая-то очередь. Что-то. Ну, и видите, дома опять на сваях. Дома опять вот на таких вот сваях. Ну, это типично. Типично для этих мест. Поэтому... Я не вижу смысла зацикливаться на этом. Вот так вот. Сейчас мы вот так вокруг объедем. Такая вот установка. Зимний и летний вариант. А это вот какой-то памятник кому-то. Сейчас мы попробуем его рассмотреть, если... Лазарев. Ну, в общем, какой-то памятник. Лазарь. Я тот прочитал Лазарев. Кому он принадлежит? Ну, кому-то понятно, что это. Но я попробую выяснить это все. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях. Также не упоминаю, не забываем подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Все как обычно. Выясним. В общем, вот такой вот памятник. И вот такая вот речка. Да. Названия, к сожалению, нет. Даже на карте не отмечено. Больше напоминает болото. Чем речку. Так. Ну, тут ничего. Тут что-то снесли. Какой-то дом стоял, наверное. Так. А вот тут строят? А вот тут что-то строят. Да. А вот такое вот строительство. Вот такой вот дом. Так. Давайте-ка повернем. Тут тоже стройка идет полным ходом. Идет строительство. Вот так вот. Все. 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 Вот так вот выглядит. Люди живут. Продается. Ну, это больше под магазин. Под какой-то. Корее всего, хотят. Универсальный магазин. Кен Че Э Ри. Угу. Так. Как нам лучше выехать. Давайте сюда, что ли. Нет, сюда мы куда-то не туда уезжаем. Все-таки лучше давайте в эту сторону. Там мы далеко куда-то поедем. И совсем-совсем не туда. Вот какой-то заводик. Улица Ленина. Ну, тут логично. Логично. Назовите мне какой-нибудь населенный пункт. Ну, такой, хотя бы более-менее такой крупный, средний. Многофункциональный спортивный комплекс. Имени Федотова. Вот, даже спортивный комплекс есть. Ну, что, неплохо. Это как-то больше на поселок напоминает. Я бы назвал это поселком все-таки, а не селом. Вот, честно, назвать вот это вот селом, мне язык не поворачивается. Что это село. Это больше напоминает именно поселок. Туда не проехать. Это больше напоминает поселок. Ну, какое это село? Ну, ребят, ну, не село. Это абсолютно не село. Да, все, выезжаем мы вот сюда. А туда дальше можем проехать? Да, можем, кстати, можем. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Да, чурапча такой. Хотя, написано, что это село. Ну, я думаю, я бы, я назову его поселком. Ну, не позволяет, как говорится, не поворачивается. Мне не зрительно назвать это село. Ну, нет, это все-таки больше на поселок смахивает. Да, не смахивает, а это и есть поселок. Почему село написано? Ну, поселок. Да и население у него, кстати. Так, это что-то для детского садика. Дети сидят. Нет, это взрослые, ну, дети сидят. Ну, и просто мелко так, вот, какое-то собрание или что-то, что-то здесь есть, что-то, ну, в общем, проводится что-то. Детский садик. Да. Так. Нам показывают, что нужно развернуться. Ну, давайте развернемся. Давайте-ка сейчас выйдем. И, наверное, поедем уже по нашей трассе. Вот так вот. Вот так все. Все выглядит именно вот так. Ну, неплохой такой достаточно поселок. Как бы магазины есть. Да, понятно, конечно, небольшой, но... Но вполне-вполне себе. Вполне себе неплохой. Так, все, выезжаем мы отсюда. Тут мы уже были. Сначала мы побывали вон там. Я думал, реально, как бы село. А когда мы перешли вот туда, здесь прям такой... А это что такое, кстати? Чурапча. А, вот такая вот стелла. Да. Вот такая вот стелла. Прикольно. Так, ладно, поехали дальше. Немножко еще осталось нам проехать. Так, ну, село, точнее, поселок продолжается. Это еще как бы не конец. Ну, уже вот все. Такой показившийся дом. Ну, а здесь какая-то свалка прямо. Образовалась. Это, конечно, все было бы... Можно было бы убрать бы. Если бы кто хотел... Так, ладно. Какие-то трубы. Или нет, это не трубы. Непонятно. В общем. Торговый дом, автопрофи. Ну, в общем, все для автомобилей продают. Так. Тут опять болото такое посередине. Посередине. А вот какая-то табличка. Расстояние до... С. Харбала. Село Харбала. Первая. Семь. Харбала. Вторая. Семнадцать. К. И. 36. Черкех. 47. Барабул. 69. И. К. 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 77. Но пока мы до него не добрались. Так. Это тоже какая-то... Магай... Мага... Ай... И. Чему это посвящено? Не могу сказать. Но что-то связано с местными... Традиционными... Традиционными верованиями... Может еще что-то... В общем... Как-то так. Кто в курсе, напишите в комментариях, что это застыло и что она обозначает. И вот еще тоже. Илдархан. Временно закрыто. Но тоже какое-то сооружение. Вот это что-то... Что-то... Что-то оно значит. Какая-то... Не могу точно сказать. Это надо... Смотреть. Я думал, кто местный в курсе. И поправить. Если что-то не так. Что это такое вообще? Вот как-то так. Так, все, выезжаем мы из Чурапчи. Спасибо. 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 что тут какая-то река чурапча вот она она наверно то и была река чурапчик который мы проезжали именно там где мы по мосту ехали самом поселке ну я думаю логично и и и и и и и Так, ну все, цивилизация опять закончилась Сейчас доезжаем до какого-нибудь Может быть поселка, может еще просто Где-нибудь остановимся И будем, все, будем уже заканчивать Атылы, Харбала Так, Харбала, ну, Хатылы, Харбала первая Вот такая вот стела Так, ну туда мы не поедем А вот какой-то памятник То ли какая-то корова, то ли лошадь Лошадь больше напоминает Да, больше на лошадь напоминает Вот так вот выглядит Да, больше на лошадь Да, больше на лошадь напоминает Харбала вторая Кы-ы, Магадан 1789 До Магадана еще очень далеко Я думаю, около 1000 останется Когда мы все-таки выйдем из Якутии И поедем по Магаданской области Ну где-то так примерно Река Таралай Вот она протекает Вот так вот Больше на лошадь болото Напоминает люди Вон что-то делают Что-то собирают Ну как-то так вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 арбала 2 арбала 2 так у меня там стучат но я думаю мы скоро закончим поэтому нам ничто не помешает так давайте глянем все-таки блин даже не знаю доехать до памятника победы не остановиться или чуть подальше проехать она не вот они мы их отсюда не увидим кин дал 12 километров давайте наверное вот час до 1 доезжаем до памятника точнее мы-то его не увидим с вами он находится чуть-чуть не там но я думаю сразу мы сейчас хотя подожди где может быть даже не увидим может быть даже и увидим нет наверное все таки мы его вами не увидим так ребята наверное чего я наверное здесь остановлюсь он сейчас чуть-чуть вот сюда вот проедем прямо вот у этих вот замечательных лошадей так ребят ну что все останавливаемся на этом месте всем еще раз спасибо кто смотрел кто будет смотреть не забываем подписываться на канал ставить лайки оставлять интересные комментарии до скорых встреч увидимся всем удачи и всем пока